Продолжение следует... Солист ансамбля Женя Аврамов на самом деле не профессиональный музыкант, а страховой агент. Музыка для него, как и для многих молдаван, страстное увлечение. Следующий пункт программы после болгарского села – Молдавское. Золотая свадьба у его деда и бабушки. В этих местах связь между поколениями как нигде прочная. Молдаване на левом берегу Днестра такие же, как и на правом. Вот только последние 23 года фактически живут в разных государствах. Никогда не думали, что такое нас отделят. Особенно вот мы, вот здесь недалеко, а уже Украина сразу. И надо паспорт, надо границу проходить, надо... Сколько бумаг, сколько документов они там пишут, что-то пишут. В закрытом, там не поедешь, там не поедешь, там не разрешают, там... Как в той песне, туда нельзя, сюда нельзя, там тоже нельзя. Знаете, есть такая песня. И нет желания, знаете, уже вырастить что-то. Если... Нема кому продавать, нема... Нема... Что делать? В советское время каждое село тут имело свою специализацию. Кто-то выращивал овощи, кто-то их консервировал. Нина Григорьевна и Иван Васильевич занимались яблоками. 7-8 тонн с этого огорода ябрал. В этом году Иван Васильевич свое главное богатство спрятал в доме, подальше от чужих глаз. И это не яблоки. У меня на фазырке выросла тыква. Посмотрите, это наше богатство. Тыква для людей – это очень хорошая вещь. Мне, можно сказать, что 75-й год пошел. А вы тыкву таскаете? А я тыкву таскаю. Я люблю работать с темна и до темна. А еще что у вас? Еще есть у меня тыква. Так у вас куда ни сойти, везде тыква. Для души в Молдавском дворе растет виноград. Вино из него делают в каждом доме, независимо от того, на чем специализируется село. Это 50-е годы еще. Да. Я помогал отцу, чтобы рыть этот подвал, сделать, чтобы было для нас вино на целый год. Здесь самое меньшее – 150 бедер. Будем здоровы. Спасибо, что Россия дружит с Приднестровьей. Кажется странным, но приднестровские молдаване, которые говорят на одном языке с румынами и по идее должны считать братьями именно румын, с надеждой смотрят не на запад, а на восток. Левая сторона Днестра никогда не было румынской и не будет. А люди не хотят туда. Не хотят. 97% людей голосовали за Россию, не за Румынию. Кому эта Румыния нужна? За все годы своего существования Приднестровье пытается доказать миру, что независимость, за которую они проливали кровь в 92-м, стоит того, чтобы быть признанной миром. В молдавском селе, но уже со стороны Приднестровья, Женя Аврамов вместе с друзьями играет на золотой свадьбе своих деда и бабушки. Для поколения 30-летних жизнь в Приднестровье хоть и лучше, чем в соседней Молдове, но тоже не сахар. Перспективы непризнанной страны пока туманны. Но и бросать родных Женя тоже не хочет, хотя ни разу в жизни не был за границей. Я не хочу уезжать. Я в России не хочу создавать бизнес, не хочу в Кишневе. Я хочу после его бабушки, дедушки, мамы, папы, чтобы я смог после работы прийти к нему в гости. Но мне это не получится, если я буду где-то за рубежом. Поэтому я хочу, чтобы здесь была признанность определенная. Не важно, какая признанность. То есть конфедерация, может быть с кем-то, самостоятельный субъект. Но чтобы мы имели определенный выход к миру, к мировому сообществу. Есть какое-то понимание, что может быть 23 года это слишком маленький срок. Живем в надежде, что будет все хорошо. Хочу, чтобы было все хорошо. Для этих людей Приднестровье не пустой звук. Это их родная земля. Пусть и не признанная миром, и которой нет на карте. Но они живут здесь и искренне любят ее. Как признались Иван Васильевич и Нина Григорьевна, жених и невеста на этой золотой свадьбе, они все-таки хотели бы дожить до того дня, когда их страну наконец-то заметят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова